Доброго времени суток зрителям канала LookMarket. На ваш обзор представлен пневматический пистолет спортивного класса, пружина поршневого действия Crossman Benjamin Trial NP. Нитропистолет. Отметка сразу, что в данном пружина поршневого идет не витая пружина, как обычно, а газовая пружина. Что тут сразу показано. Поступается он у таких коробочках. Мы видим, назвали что нитропистолет, предупреждение, модель Benjamin Trial NP модель. Ну и, соответственно, сам пистолет. Рассмотрим, что у него внутри располагается. Коробочка, кстати, достаточно очень красивая. Хорошо пойдет как качество подарка, если кому-то вы хотите сделать. Такой приятный внешний вид в коробке. Внутри располагается инструкция, три буклета, но все они на различных языках, но русского, к сожалению, нет. Ну, мы рассмотрим один буклет в общем плане. Видим описание самого пистолета. То бишь, кем он произведен, предупреждения, основные его характеристики, принципы работы, установка сборка, заряжание, прицеливание, регулировка, чистка. То есть, в принципе, все это описано. Если хотите, можете даже, в принципе, перевести. Но заходите в интернете, там, в принципе, есть везде инструкции. И сотрудники магазина вам всегда объяснят принцип пользования этим пистолетом. Рассмотрим, что там внутри коробки находится. Пистолет И специальный вот такой надульничек. Мы сейчас увидим, для чего он нужен. Пистолет весит примерно 2,5 килограмма. Длину имеет без надульника район 410 миллиметров. Высота где-то тоже 125 миллиметров. Ширина 65 миллиметров. Видим название Benjamin Trial NP. Нитропистолет. Оснащен он штатными прицельными приспособлениями. Мушка. Ой, рамка целик. Мушкой целиком. Имеет оснащение ласточкин хвост, то бишь, можно снять и установить коллиматор, оптический прицел. На другой стороне мы видим предупреждение, что надо быть пистолетом осторожным. Кто производитель Кроссманом, что это произведено. Адрес компании. Имеем тут предохранитель. В таком, кстати, положении он стоит на предохранителе, в таком на спуске. То есть, туда же видно пометочка красная полоска. Сразу, как ранее было уже сказано, тут идет не витая, а газовая пружина. Что дает преимущество чем? Что газовая пружина дает преимущество в более стабильной стрельбе, то бишь, это повышает кучность. То есть, в отличие от витой пружины, у нее отсутствуют, ниже колебания идут. Плюс, тише звук. Второй плюс, большой ресурс пружины. Витая пружина в среднем 2,5-3 тысячи выстрелов, и потом она все-таки уже приходит, оседает. И приходит неугодность. А газовая пружина имеет ресурс 8-12 тысяч выстрелов, в зависимости от типа пружины. И плюс, ее можно обслуживать и достаточно долго эксплуатировать. Ну, 8 тысяч выстрелов это очень большой ресурс. Калибр данного пистолета составляет 4,5 миллиметра. Вот теперь расскажу, чего нужен этот надульник. У данного пистолета достаточно короткий идет стул, и пружина все-таки сильная, достаточно газовая. Но рычаг для взвода очень короткий. Изводить не совсем отсюда удобно. То есть, упираешься прямо в мушку. Кстати, мушки и целька оснащены фибер-нитями. Как видите, более легче становится цель. Они как бы подсвечиваются. Для чего вот этот надульник нужен? Вы сюда устанавливаете его, закрепляете. И он служит как дополнительным рычагом для взвода облегчения его. То есть, как видите, взводить его становится намного легче. За счет того, что можете схватиться. Принцип работы очень прост. Открыли кольженник. Взводите до щечка. Не забываем встать на предохранитель. Открылся кольженник. Ствол, кстати, идет нарезной. Устанавливается пулька. И закрываем. Все, пистолет готов к стрельбе. Ставим на предохранителе. Прицеливаемся. И называем на спусковой крючок. Все очень просто. Сильного сдергивания нет. Прицелиться очень удобно при таком положении. Когда при выстреле не происходит сдергивание. Репризность рукояти позволяет очень хорошо и удобно схватиться. Плюс даже есть такой вот момент, что можно вот так взять. Тактическим болехватом. Пистолет очень приятный. Мощность он выдает. 150 метров в секунду. Средняя скорость его. Для спортивного пистолета это более чем достаточно. Приятно пострелять по баночкам, по мишенькам. На даче. Опять же, в качестве развлекательного пистолета. Не требует никаких баллонов. Только пульки. Спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Всего доброго. До свидания.